Меня зовут Тарина Анатольевна, сегодня мы вам высказывали, что у вас есть, проведу я. Итак, посмотрите, пожалуйста, на дробь. Сейчас перед вами будет фрагмент мультфильма. И я хочу, чтобы вы внимательно послушали диалоги, которые будут с ним, и подумали, какая часть речи, которая выйдет в диалогах, была в другом. Да не круто, макар, старуха! Что ты? Да что ты говоришь-то? Да, я так спросил. А как же? А вот как. Поклонись старой женщине и скажи вежливым голосочком, бабулечка-красотулечка, будьте так любезны, угостите меня, пожалуйста, кружечкой на боках. Бабулечка, будьте так любезны, красотулечку пропустила. Бабулечка-красотулечка, будьте так любезны, угостите меня суперечкой на боках. Забыла сказать, пожалуйста, пожалуйста, теперь все. Теперь ж враги здоровьи на ты! Женщик, поклонись, выбросил и ждет! Ты не узнаешь, где растут зимой цветы? Просил меня, чего хочешь. Я для тебя ничего не повезею, только покажи, где поснежники нашла. Дайдем, давай. Простите, не могу я вашу просьбу исполнить. Нельзя! Просьбу! Это не просьба, а признание. Да не круто, моя правдоруха! Что ты? В последних диалогах встретилась какая-то определенная часть речи. Так, пожалуйста, Владимир. Мне кажется, когда мы встречались глаголы с поведительными сторонами. Ой, ты прям сразу сказал даже в каком наклонении. Хорошо, а вы уже знакомы с этой темой, да? Возвучали наклонение глаголов? Хорошо, скажите мне, а что же обозначали все эти глаголы, которые у нас были? Что они обозначали? Приказания и действия. Приказания и действия. Действия какие? Которые кто-то просил выполнить и, ну, как вот, указан уже как-то. Можно назвать их указом или тот, кто просил выполнить. Хорошо. И были как раз-таки такие существительные, которые нам и подсказывали, да? Эти существительные вы услышали и назвали сейчас. Хорошо, Владимир. Итак, значит, мы с вами сегодня должны подробно познакомиться с чем? С глаголами, по длительной форме. Да, то есть глаголами, по длительной, а то мы не ходим? На наклонение. На наклонение. Хорошо, давайте сформулируем вопрос, на который нам нужно ответить. Итак, на какой вопрос мы ответим на нашем уроке? Что такое поведительное наклонение? Что такое поведительное наклонение? Значит, цель нашего урока, значит, что такое поведительное наклонение. Хорошо. Итак, ребята, скажите мне, для того, чтобы прийти к нашей цели, что нам нужно, какие задачи нам предстоит решить? Как мы будем узнавать, что такое появительное наклонение? Как образуются появительные наклонения? Хорошо, мы узнаем, как они образуются. Ангелина, пожалуйста, используется появительное наклонение? Даже скорее не как, где они используются, где употребляют. Как правильно пишутся? Различаются. Правильно. То есть, в первую очередь, мы, конечно, должны узнать, как их различать с чем? Со остальными наклонениями. Со остальными наклонениями, со остальными глаголами. Да, что еще? Как они изменяются? Хорошо, это уже повторно. А что это было, да? Итак, мы действительно с нами сказали все правильно. Мы должны узнать признаки, как образованы эти глаголы и как они используются в нашем речи. Хорошо. Ребята, поскольку вы уже встречались с наклонением, да? И уже даже сказали мне, что глагола повелительное наклонение. Кто-нибудь попробует сам сразу дать определение? Что же такое глагола с повелительным наклонением? Можете дать определение? Так, сами. Можете дать определение? Можете дать определение? Так, сами. Можете дать определение? Откройте ваши учебники на странице 121. Давайте проверим. Можете дать определение. Благодаря предъеду. Глаголы, в результате представлениях, но вы же все видите действия, а вахахахахах. Глаголы. Соцеписания. Продолжение следует... 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 Суперс, а вы называли как вы? Играцкая. Играцкая. Есть у вас такой суперс? Нет. Тогда выделите, ребята, выделите слова, которые вы записали маркемы правильно, так как надо. И здесь тогда вы уже знаете. Итак, в каком же слове у нас есть суперс, и вы помогите только в слове «помогите», а слова «не трогайте» на лицо, и не забывайте. Как у нас образовано? С помощью окончания. Ну, не с помощью окончания, а с помощью какого суперса? Есть. О, нет. А, внимательно. Правило. И без суперса. Без суперса, да? То есть суперса у нас здесь нет. С помощью любого суперса иногда вы можете спрошить такую правду. Хорошо. Давайте посмотрим, чему же мы научились, выполняя эту задачу, чему мы научились в библиотеке и сам. Здравствуйте, Митя. Мы научились не оставить волос в полиметренном наклонении во множественном число. Хорошо. Открываем следующую дверь, клади. Угу. Угу. Номер два. Что же нас ждет дальше? Итак, мы с вами подготовились в библиотеке к уроку и пришли ко мне. Ребята, перед вами два столбика. Карточек розовые и голубые. В одном столбике, точнее на одних карточках написаны слова в повелительном наклонении, в другом в том слове. Переверните и перейдите, да? А в другом столбике в том слове? Ну, выявите в направлении. Были явительно, правильно. Здесь перед вами пословица. В каждом из этих из голубого и розового есть пословицы, которые похожи друг на друга по значению. Посмотрите на просто пример. Дружно не грустно, а в росте сбрось. Это то же самое, что берись дружно, не будет дружно. Я хочу, чтобы вы сопоставили эти пословицы так, как нужно, по значению. Прямо на парте пара, которая соединит их. Два пеносика, да, синие и розовое. Дружно, да, синие и розовое. Продолжение следует... 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 Заниматься. Занимайтесь. Хорошо. Отлично. Итак, мы с вами немножко разнялись, потренировались, открываемся в следующую дверь. Занимайтесь. Мы с вами вместе заходим в полгода. В столовую. В столовую. Да. Мы с вами занимались хорошо на родине скульптуры, отдохнулись. Да. Надо посвятиться, потому что мы с вами потеряли силу. Итак, мы пришли в столовую, но, оказывается, еда там была не готова, потому что рецепт у поваров был настолько старый, что слова в нем стерлись. И нам, для того, чтобы они нас накормили, необходимо этот рецепт восстановить. Ребята, перед вами вот такие вот рецептики, переверните их. И помогите поварам восстановить. Запишите, прямо в этот рецепт. Пишите. 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 Тоже падает. Да, падает. Пишите. Пишите. Посыпьте, посыпьте. Пишите. Подумайтесь. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...